Адресная работа с каждым. Именно в этом кроется действенность новых систем поддержки. Но в первую очередь выявляются те, кто находится в трудном социальном положении. Выясняются, какие проблемы, вопросы беспокоят. Создаются дорожные карты по планомерному решению. Здесь и обучение, трудоустройство, помощь с бизнесом и многое другое. Примеры из Индижанской области. Решение вопросов занятости женщин и девушек, особенно тех, кто столкнулся с тяжелыми жизненными испытаниями, сегодня повсеместны и играют важную роль в обеспечении благополучия и благосостояния населения в целом. Железная, женская и молодежная тетради. В данном случае это действительно самый верный и надежный путь к решению проблем. Так только в первом полугодии 2021-го в Мархамасском районе Индижанской области выявлено свыше 2000 женщин, которым попросту некому было помочь и поддержать в трудной ситуации. 943 из них нуждались в трудоустройстве, в профессиональной подготовке и получении знаний более 800 девушек. В соответствии с разработанной дорожной картой занятость тех, кто попал в женскую тетрадь, выросла до 70%. Мы сейчас находимся в процессе трудоустройства девушек, которые прошли обучение и уже владеют профессией. Мы также помогаем всем женщинам, желающим реализовать свои знания. Помощь в этом оказывают и специалисты Махали. Помощь в приобретении и освоении новых знаний, а также в обеспечении занятости молодежи отныне сможет оказывать и Наргиза Балтабаева. Районным Хакимьятам ей передано здание для открытия в нем производственного предприятия. 22 женщины, включенные в железную тетрадь, уже обеспечены занятостью. Среди них есть девушка, которая обладает талантом художника. Мы ее направили в детский сад. Я видела ее работы. Теперь она будет давать уроки рисования малышам. У Миды Муминова была в списках железной тетради. Семья, в которой оба супруга вели сезонный бизнес, не могла полноценно воспитывать шестерых детей. Элементарно не хватало заработка. Помощь подоспела в виде профессионального обучения и впоследствии предоставление им вакантных мест на производстве. Следующая моя зарплата составила 1 миллион 800 тысяч. Теперь она постоянно увеличивается, исходя от объема моей работы. Специалисты Махали ведут ежедневный учет выполнения работ согласно разработанной дорожной карте. В частной дошкольной образовательной организации, начавшей свою деятельность в прошлом году, в отдаленном селе Мархамадского района, на сегодняшний день трудоустроено 6 женщин. Данный детский сад на льготной основе посещают дети те, кто находятся в тяжелом социальном положении. Условия, созданные для 200 малышей, безусловно радуют родителей. Более того, деятельность образовательной организации будет расширяться. В ближайшее время в этом районе будет построена новая частная школа и созданы новые рабочие места. Продолжение следует...